Компания NVIDIA продолжает развивать линейку SHIELD и представляет новое поколение устройств под этим брендом. Ранее мы уже видели портативную игровую консоль SHIELD, теперь в портфолио NVIDIA есть планшет SHIELD и фирменный игровой контроллер. Выпуском устройства SHIELD в форм-факторе планшета NVIDIA нацеливается на более массовый и казуальный рынок. Планшет получился весьма практичным и простым, используется матовый пластик, размеры и вес вполне типичны для такого рода устройств. Здесь применяется 8-дюймовый широкоформатный IPS-дисплей с разрешением Full HD. По качеству картинки экран весьма средний, углы обзора хороши, но присутствует сильная цветовая инверсия. При беглом осмотре планшета сразу можно отметить несколько фишек. Первая, на лицевой панели расположились два внушительных стереодинамика с пазоинверторами, они достаточно качественные, но не слишком громкие. Вторая фишка, наличие 5-мегапиксельной фронтальной камеры для видеосвязи и трансляции игрового процесса на Twitch. Третья фишка, отверстие под стилус на одной из сторон и сам стилус. За обработку его действий отвечает графическая начинка устройства. Для демонстрации некоторых возможностей рисования предустановлено специальное приложение NVIDIA Dabler, в котором осуществляется смещение слоев и красок в реальном времени, а также качественные симуляции настоящих красок и поверхностей разного типа. Например, при использовании акварели и наклоне планшета можно увидеть, как краски потекут по экрану. Это впечатляет. Четвертой особенностью планшета является наличие креплений под специальную подставку, делающие использование планшета более удобным. Она напоминает Apple Smart Cover, однако промагничивается к устройству не только в местах крепления подставки, но и к верхней части планшета, что исключает ее болтания. В остальном же это весьма практичный планшет с простым дизайном, напоминающим линейку Nexus. Имеется поддержка в кард памяти, есть модификация планшета с LTE. Как уже было сказано, это не только планшет, но и мощная игровая консоль. За производительность отвечает новейший чип NVIDIA Tegra K1. Подчеркнуть выдающиеся игровые возможности будут призваны новые игры, доступные для этого устройства в магазине Google Play и Tegra Zone, а также предустановленная на все планшеты Shield игра Trine 2. Недавно вышедшие для оригинальной консоли Shield порты Half-Life 2 и Portal обзаведутся более качественными текстурами и дополнительными графическими эффектами. Также пользователи планшета Shield смогут первыми оценить все прелести мобильной версии игры War Thunder. К тому же для пользователей остаются доступными все обычные Android игры. Позиционирование планшета в качестве консоли подразумевает подключение сторонних игровых аксессуаров и контроллер, а также вывод изображения на TV. Все это Shield планшет умеет делать не хуже консоли Shield. Фирменный контроллер представляет собой эдакую нижнюю половину от портативной консоли NVIDIA, получившую микрофон, порт под наушники, кнопки регулировки громкости, тачпад, клавиши управления от Android и полный набор игровых кнопок и стиков. Данный контроллер поддерживает работу только с Shield планшет и ПК, беспроводное и проводное подключение соответственно. Дело в том, что для беспроводного подключения контроллера используется Wi-Fi Direct, а не первичный Bluetooth. Это обеспечивает более надежное и уверенное соединение, а также более высокую точность и отзывчивость управления. Вывод изображения на TV осуществляется по HDMI при активированном консольном режиме планшета. Его экран отключается и управление переходит полностью на джойстик. В этом режиме к планшету можно подключать до 4 контроллеров. Есть также возможность беспроводной трансляции, но для игр рекомендуется проводное подключение. Еще одной важной особенностью устройства является возможность стриминга ваших ПК-игр на TV. Реализация этой функции аналогична такой в портативной консоли Shield. Важным моментом является также возможность запуска ваших ПК-игр на планшете не только в пределах одной квартиры, но и, например, из другого города. Для этого лишь нужно оставить дома компьютер в рабочем состоянии и иметь быстрый 4G интернет на планшете. Заявлена также поддержка облачных игр, однако в нашей стране это пока не актуально и ориентировано больше на будущее. Nvidia решила скрестить планшет и игровую консоль, но насколько удачным и привлекательным получилось такое решение. В отличие от первого представителя линейки портативной консоли Shield, все новые устройства появятся в России официальными путями весьма быстро, уже в сентябре. За планшет в базовой модификации 16 гигабайт Wi-Fi компания попросит 13 090 рублей. Весьма привлекательный ценник за один из самых мощных андроид планшетов на рынке. Модификация на 32 гигабайта памяти с LTE обойдется уже в 18 090 рублей, что уже не так демократично. Конкурентным планшету сейчас выступает лишь Xiaomi Mi Pad. Он имеет аналогичную начинку, но экран получил более высокое разрешение, а корпус имеет более массовый и стильный дизайн. Shield таблет получается чуть проще, но практичнее и сбалансирование. Меньшее разрешение экрана снижает нагрузку на железо и батарею, а значит планшет будет работать шустрее и дольше. Главной проблемой планшета Shield остается то, что Mi Pad можно купить уже сейчас и чуть дешевле. На стороне Shield остается мощная заточка под игры и наличие фирменных игровых аксессуаров. И здесь уже кроется другая проблема. За полный набор из джойстика, подставки и максимальной конфигурации планшета придется выложить 24 тысячи рублей, а это сравнимо с полноценными консолями PlayStation 4 и Xbox One. Добавим к этому также и то, что для максимального раскрытия всех возможностей планшета Shield необходим еще весьма мощный современный ПК. Далеко не всех он есть. В результате планшет Shield имеет намного больше шансов стать успешным именно как планшет, когда как игровая консоль он выглядит более нишево и непонятно. Это скорее просто мощный планшет с интересной фишкой в виде возможности подключения его как к консоли. В качестве полноценной игровой консоли приставка Shield все еще интереснее. Это полноценное завершенное устройство. Возможно очень скоро мы увидим его продолжение, а планшет Shield останется таким любопытным экспериментом, ориентированным на более массовый рынок. С вами был Максим, спасибо за внимание, смотрите наши другие видео, ставьте лайки. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok